Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дмит has ДимаTorzok 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 Выйти, за вас и за поддержку. Держи. Сашки бутылки. Че ты завянулся? Ну ты че, Марин Борисович? Че область сейчас? Ничего. А че ж там на набережи, че там смотреть? Вот времена меняются, я помню 9 мая, так массовый народ, массовое гуляние, в земля едем. Че ж там удивляться, когда мы так и ездили? Да никогда мы так не ездили. У Курского, мы с Курского там мягенькие где-то вот там ехали. Саш, не фотографируй, когда я ругаюсь. Главное для истории оставим? Да. А это мы все можем исправить. Вырезать, да? Вырезать там, че-нибудь другое наложить. Какие-нибудь... Пирожок. Яичка не будешь? Он не любит. Молодец, он знаешь, он недорогие. Не любит, сделай мне яичку из двух глазков. Он говорит? Я говорю, обойдешься и с одним. Сковородку мама не купила, которая жарит без масла и варит без воды. Нет, жарим. Купили? Ну что? Ну, одна у нас совсем старая, она уже, бог знает, сколько лет. Но это не такие. Нет, тоже была хорошая, сковородка. С крышкой? С крышкой. Это ну не то. Это такие вот бордовые, да? Цветы есть бордовые. А внутри покрытия серые. Да. Да. У меня тоже есть такие для сковородки. А это? Какие-то... Яйцо, оно ничего не масло, яйцо раз. Не, оно тут же. Это белое и черное? Да, я люблю. Черное. Черное? Да, чё я черного? Знаете, вот не в платье смеялись, что сколько заплатят. Он говорит, давай торговаться, там ничего не заплатят. Поняли, что ли красить, пришли. Ну, оден, все, уехал. Через неделю он приехал, привез ботинки там свои кормонтирующие. Ровно через неделю. И я на него смотрю, он еще серее стал. Знаешь, какой-то такой серый. Через неделю, уже эту неделю ему уже плохо. Через неделю уже поехали его навещать. Он уже стал жёлтый, у него попала желчь в кровь. Там есть еще чего-то? Ну, понятно. Вот, навестили. А через неделю? А через воскресенье поехали навестись. А вот там до сих пор и что надо. Что надо тебе? Бесконечный стоит пленку-то. Пожалей. Ну, там на два часа. Ну, ладно. Ну, всё равно. Чёпаться мы не будем. Нет, конечно. Это я... По мяне. По мяне. По мяне. По мяне. По мяне. По мяне. Очень уж неожиданно для меня это. Ты знаешь, прямо здесь есть. Как будто сгорел, сгорел. Конечно, сгорел. Обычно, ну, я говорю, сегодня вот так встречались. Ну, я и жду, что вы все вместе опять приедете. Ну, как обычно. Ну, она высунули сейчас на дачу. Она даже не позвонила. Может, всё поздно позвонила? С торгутаном там. Там будешь сам собирать и лазить, понимаешь? Да. По деревьям. Да. Там бананов много. А ты видишь, по телевизору показывают. Они доходяки, они умирают с голоду. А бананов много. Потому что они ленинцы ещё на деревья. Вон ещё один. В Россию привезли все. Да, да. 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 Он тоже на них, наверное, лапы налажен, наложен. Так вот. И всё. И своё не съешься. Ну, ремонт кончили. Закуплили? Да. Закуплили? Да. У Саши новые иди есть. Рущёвские вот эти... Пятиэтажки? Влочные. У них кирпичные. Почему? Ну, всё равно круче. Всё равно считаются все эти дома из категории... Ну, кто их делал? Ну, не я делал. Ну, это же... Ну, во время Хрущёву, понимаете? Конечно. Во время Хрущёва уже делались, поэтому Хрущёвки. Хрущёвки вот эти... Панельные. Почему панельники? У них панельник делают. Пятиэтажные. Пятиэтажные. Да, пятиэтажные. Вот эти малогабаритные все. С маленькими... Ну, в общем, его... В его пору руководство. Я один же был. Вот, называется. Знаешь, кто? Я знаю, кто бывает. Ах ты, Абарь, Серёж, а ты что? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Абарь, Серёж, от твоей сумки нож. Сумо легкий. Да. Как-то... Физодом тоже полезно. Они полезны. Они полезны. Отлично. Ну, я попробую эту новую. Вот так. Вот так. Секрет. А вот... А вот... Нет... А, нет... А, нет... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Круто ДимаTorzok 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 Не отходит, наверное? Может, еще она мачить не будет? Я не отошла. Стас, дай еще чего-то. Я вчера куртку очистил. А чего она берет? Маленький, отошли. Активнее, активнее. Маленький, отошли. А я не вижу. Не вижу. Не отжимай, не отжимай. Ну, теперь, наверное, и все ограду можно быть. Помыть ограду можно. Ну, я ее видела. Где-то цветочек взял. Ты сейчас намажешь, что сейчас? Не-е-е. Сейчас, сейчас. Ничего страшного. Где цветочки? Он и так цветной, да? Только белого цвета нет на нем. Маленький, Дмитрий. А то будет белая белая белая. Маленький. Ну, мне кажется, и тебе это как ее... Ну, ничего не видать. Не старайся. Смотрите, не надо, а то это будет дело. Вот смотрите, не надо. Ну вот, положили вода, и не прячутся. Вон бутылочку не смогут. Видите, вот. Чистая вода. Да, чистая вода. А это же ацетон тоже же как-то дезинфицирующий? Конечно. Можно же не мыть водой. Чище. Чище будут неприятно. А мне нравится его, да? Это не ацетон, а растворитель. На тебя, Була. Хотел сказать, я вот тряпочку. Повторить, да? Повторить. Положили? Лен, давай бутылку. Вон она стоит. Сережа, давай бутылку. Ленечка. Да. Прошу, как тапшему доверяешь. Тапшему, как тапшему. Золотая роща. Да. Хорошо поешь. Хорошо, понятно. Ленечка, там сапочки, да, встань тоже. Че? Че? Ты мешаешь тебе. Как? У меня твоя голова. Ну ты присядь, когда что-то. Не знаю, реагирую на камеру. Ага. Ты наоборот туго. Чем не очень. Нет, давайте сначала. Где Даша? Нет. Да. Не пьет. А я тоже не могу, мне что-нибудь запить. Надо у нас есть что-нибудь. А есть, слава, ацетончику. Да, я так не могу. Таким не может. А, ну, ладно. Сереж, успокойся. Саша, Саша, ты... Мам, тебе помидорчик, да? А я сейчас подойду. Мне платить, да, а то с нами. Да, 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 да. Ну что-то... Сейчас вот, да. Залить? Я сейчас просто отказываюсь, да. Саша, Саша. Кому попить надо? Нет, запить. Кому попить надо? Говорит, я нырю, а покажу. Да. Кому попить надо? Я и Саше даю. Саша. Я и Саше даю. А, да. А дядь, ты налили? Дядь, ты листокки не дали даже. Есть, тоже. Есть, и только. И налита, Даша. На, Сташка, ты запиваешь? Нет. Не запиваешь, да? На, Марин, не налил, ничего. А вон Леня дай. А Лена не выпьет? Нет. Нет? Она не пьет. Она только ест. Она ест и побольше воды. За меня? Воды выпиваешь? Ну да, я им сухой-соль покупаю. Они разведут, а еще борьба идет. Сто сколько выпил. Ну и пакетик там сколько? На 2 литра. Пакетик на 2 литра? Соревнуются, да? Нет, ну там есть разные. Они так, наверное, рассчитаны на 2 литра. Ну вот это... Ну да, всякие инвайты и тому подобное. Мне? Давай я пополню. Да, давай. А что, ты не хотела? Есть, это что? Вот так. Лена, дай вот там пустую стопку. Сейчас. Ну вот бумажка, кому постелить? Ну вот бумажка, кому постелить? Пустили тебя, Сереженька. Давай, дядя Павел. Ну ладно, шо, дорогие родные. Давай, я подвезу поставлю. Ну, как хорошо. Победы сначала? Нет. А мы-то не нарежем? Бон бумажек, да. Ну да, ну вообще. А ну что ты? Это до День Победы. Это до День Победы? Все правильно. День рождения, как говоришь. До День Победы челкают. А мы еще молчим. Не молчим. Да. Возьмите светлую их память. Да я забыла сначала. А ножки? Да. Какой вкусный сироп. Сироп. Пройдем. Куда пила? Допилай, нет? Победа вам. Вы не дали? Дали? Все. Слепнуло. Одну помидору на свет. Я его слипнул. Ты взял себе? Берите еще. Кому еще? Саша, я тебе не дала бутерброди? Бутерброди? Ну, зачем? Он не закусывает. Я после первого не закусываю. Давайте я вас вместе сфотографирую, вот так. Там с бутербродами? Нет, можно дожевать. Просто как-нибудь скомпоновать. И газетку, вот если можно, по крайней мере на время, на две минуты. И там стакан надо из кадра убрать, что-нибудь его... Леночка, иди сюда. Иди сюда. Мы, наверное, там что-нибудь болезнь, да? Да, можно было бы пока отдельно. Ну, пока отдельно. Ну, ладно. Серёга. Дядь Саши, давай, девочка, там тебе что-то делать. Давай-то я вообще в кадре не влезу. Иди сюда. 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 Бутерброды опустили. На меня посмотрели. Иди сюда. 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 Я вот так. Ага, вот правильно. Хорошо. Внимание на меня посмотрели. Два раза меня. Так. И ещё разы чуть-чуть. А эта плита будет витамина? У меня внимание. Всё. Отлично, молодцы. Ура! Молодцы. Прям артисты. Возьми, вон, постамент от пирожов. Ой, ой. Ты хорошая. Смотри, дай огурчик один. Мне дай огурчик. Хорошо. У тебя бутерброды кончились? Нет. Держи, хорошо. Спасибо. Саша, я тебе дала огурчик? Нет. Держи. Хорошо. Мы в поликлинике тебя так хорошо. Поздравляли. А у меня есть. Спасибо. Поздравляли всех участников. Да. У нас в поликлинике Куча спонсоров. Теперь появилось. Не спонсоров, а арендаторов. И мы раздранжирили нам деньги. Всем подарили подачки. В честь всего это они вас появились? А, в честь господина. И помещение сдают. А-а-а. Поэтому задаром они не будут. Понятно, не задаром. Нет, мы ими. Они ведь так часто нам предоставляли какую-то помощь. А тут мы говорим, у нас день по обеду, как хотите. А вечер организовать нам деньги нужны. И на подарки. Вот они нам убилили. Дай мне там куточку колбаски. Вы взяли, к примеру, у школы. А? Да. Да. А я уже сел. Подписывал. Все так. Все всегда хороши. Все было хорошо организовано. И святые подарки. И стол прекрасный. А я работаю. На моем месте все таки. Мы поздравили всех. Так что уже не работает? Ну. Ну. Это время отработали. Растили. Это зеленая часть. Что значит? Деликом о половине. У тебя 100 тысяч. И с половиной у меня получается 40 тысяч. А если будет целиком, там где-то около 100. А какая тут начинка? Да. С капустой. Очень приятная. У тебя были так... Что это валить? А грибок нет у тебя? Спасибо. Пойди набери в лес. Принеси отец цветок. Угу. Грибок не просто. Надо. Ну нет. Ну мы решили бангастерно. Так что. Ну приятно было. Ну всегда по ликвине. Грибок, ты сейчас там прилепки что-то. А тут? Она не везде лепки. Я говорю, что она уже высохла. Но... Я не знаю, где я прилипла. Я стоял. Вроде нормально. Сейчас. А с терапией? Нет. Там разные. Там... Вот еще бы один денек и вообще была бы полная гарантия. Надо было не сегодня, а десятого. То есть недвижимость. Одинка. А нет. Школа. Нет. Десятого. Что? Школа десятого. Ну и что, объясни бабушка, не обошлось? Ага. Скажи без него. Скажи без него. Раз учишься на тройке, можно без тебя. Троечник? Круглый троечник? Троечник, говорите. Троечник. Ну твердый. Ну твердый. Очень твердый. Нет, он не ствердый. Ну очень твердый. В иностранстве не наших. Твердый троечник. Бывают круглые, а это твердый. Это у нас домог kole. У нас папа работает. А? Папа у нас в школе вы работаете. Тебе не стыдно? Папе наверное стыдно, что ты троечник? Ну что вы в школе? Ты должен пятерышником быть. Вот показывай пальцы. Смотри, корейский, пятерышник, и папа здесь работает. А по труду тоже тройка? А что? А папа преподаватель? По труду, по труду хорошо, папа преподаватель. Ну, молодец. Молодец. Папа преподает в других классах, в пятых и шестых. А что же ты так устроился? Он молодец, устроился там, где повзрослее. Что с ними заниматься? А чем взрослее, тем хуже. Тяжелее. Вот если пятый, шестой, еще можно управлять, так сказать, кораблем, а седьмой, восьмой уже невозможно. Там уже неуправляемая банда. Там уже головорезы. Даже вот эти, пятый и шестой классы, чуть отвернулся, уже там ножи изготавливают. Изменилась. Абсолютно. Что? Лена. Лена. Ну, в прошлом году вы ее тут не видели? Ну, да, не надо. Даже, я говорю, 12-13. Была девочка, теперь уже девица. Нет, она даже не только вот лицо у нее как-то изменилась. Вот действительно, только ее вот надо на картинку. Где-то мои 10 или фото. И то, и другое. То, и другое. Молодец. Ты, наверное, на доллары заботаешь? За доллары? Ну, правильно. А плату в рублях? По курсу. По курсу. По курсу? Ну, и что, неплохо курс. Подумаешь, доллар пятьсот. Пятьсот пять тысяч. Пятьсот пять тысяч в доллар. С копейками. Она получает, наверное, в ней же как раз больше, чем отец. Она пока не получает, все только это начинается. Учится. Ну, хорошо, на стипендию какой-то могут платить? Там не стипендия. Нет, не учатся. Не стипендия. А, ну, что-то, Лена, что-то платят? Вот вчера она была на встречке с Полиной. Это только вот за вчера. Вот они договорили. Она подписала документы на пробные съемки. И вот если будет, то вот эта вот начнет действовать. Ну, как она не будет? Она будет везде первой. Смотри, какая красавица. У нее собака хорошая, лучше, чем у кого-то другого. Вот сын, сын у тебя троечник. Это Николай Годинцев. Мне чего он подтянется еще. Какие годы? Редак его научат. Какие его годы? Он, конечно, не поет фотомодель. Он пойдет? Во-первых, в стрижке. Он будет прекрасным столером. Папа ему свое ремесло передаст. Может быть. А чего он не может? Сереж, ну это тоже деньги. Такую творческую идею развернул. Я не знаю, кто я буду, что я буду. Я человеком буду. Ты будешь человеком обязательно. А что там? Конечно, а кто пожарник может быть. А человеком ты будешь. А пожарники даже неплохо. А пожарники, да, конечно. Таких родителей, как твои. Как анекдот. Помните, да, помните анекдот про пожарников-то? Один пришел, а надо, чтобы поступить на пожарника, надо сдать экзамен. А экзамен в пожарной заключается в том, что надо лечь спать, и кто больше прослит. И один пришел, лег спать. 12 часов проходит, спит. Сутки проходят, спит. Вторые пошли. Вот пожарник. Его уже будет, слышишь? Живой ли? Давай, кончай. Ты уже претендуешь на старшего. Ах, на старшем, наверное. Старшем должен больше спать. Да. Они уже испугались. Может быть, человек, а чего, и умер, поймать? А, тут уже нет. А, что ты видела? Ты что, что, с пирогами здесь хочешь? А, Марин, ты мне водички не наливала? Нет, не налила? Нет. Надо спрошить. Пожарить еще. Обошли. Простите, не надо. Не пошла, обошла, обошла. Я уже где-то говорил, что было где-то. Это не зусь, это зука, зука есть, запиток. Зука, дорогая, покупаем, что поделится. Это это вишница с морозиной. Он тысячи. Зука полторы? А есть тысячи, вот. Едва ли, вот, где тебе налить? Не, ну, понятно, ну, спасибо. А я покупаю по тысяче рублей, да, звонит сразу. А что это надо? Ты поедешь тебе налить водичку? Не налить. На какой-то день. Да нет, я запивать не привык. Еще инвайзнее. Супая путербург у тебя. А пристина. На литр, не вырвайся бутылку обратно. Даша, на. Вон, я вот это. А слово немецкое пить. А-а-а. А эту возьми запьешь. А эту, а он не запивает. Не запивает? А, у тебя есть чем-то. Попроси, мне хочется с ликером какой-то попробовать. Скажи, пожалуйста, ты у него что хочешь? Ликер. Мы тут проходим спряжение глаголов. Я говорю, Сереж, собственно, например. За работой проберу. А, нет, я к Марине. Дядь Петь, проходим спряжение глаголов. Я говорю, Сереж, спрягаем глагол, ну, придумывай собственный пример. А он говорит, я пил, я пью, я буду пить. Молодец. Ой, ой, не надо, не надо. Молодец. А Саша не налили? Я уже все сдал. Ты сдал одну? Ну, кому это? Первую, да. А по второй не налили? Вон, вон, это Саша наставит. Так, нет, нет. А что не закусываешь? Да нет. Что, не будем? Он же такой не ест. Дай пирог, дай пирог. Ну, ладно, Саша, ты не можешь теперь за дядю пить. Ты пирога не пить. Ты появился за отца, а теперь за победителей. Нет, нет. Нет, нет. Саша, Саша, дай стопку. Налейте. Ну, где-то стопка. Вот стопка. Саша, а чем же ты будешь закусывать? Я тебе пирожок. А вон у него бутерброд лежит. Вон он на граде лежит. Вон он не ест его. А вот, ну, Саша, запить тогда, может быть? Конфетку, может быть? А выпить, это, запить тебе дать? Пирожок. Дай запить, дай, дай. Петю Марину, вот, запить ему. А он, ну, я ему налью его. Нет, дай сладу запить. Ну, ладно, солдаты наши. Дай Бог вам здоровья. Обязательно. А тебе там все. Долит вам жизни. На следующий, 9-й, мой муж точно встретились опять. Да, опять, опять бутылка, чтобы была. И мне это обязательно. И хорошая бутылка. О, надо мыть его, надо мыть. Зачем? Ну, дай, ты не надо. Саша, ну, ты там далеко? Да, я уже занял просто фото. Ты на какой позиции? Ну, отец иначе нигде не подойдет. Ну, на основной позиции. Солдаты, за вас. Давайте, полдаты. А мне налейте. Я за тебя пью. Кому налейте? Мне. Давай. Основному солдату. Я ему говорю. Ну, почему ты медаль не поверил? Медаль не пришел. А, ну, ты что, я дурах. Который сейчас получил? А мы так мечтали посмотреть на медаль. Получил, получил. Да, хотят, смотрите, какая она из тебя. Ладно. Ему дали просто с навыком следить. А я ребенку говорю, я не даю накладку. Ну, ему будильник дали. Нет, а ему просто с навыком дали. Ему дали такую книгу. Война, значит, про войну. 41-45-й. Знаешь, у меня на полпуда место. Не работайте, вручили медаль по месту, ну, так сказать, нам работы. О, дают. Что-то нам же подождал. Детка, молодец. Ну, Коль, ну, Коль. Ну, ладно, теперь можно чёпчить. Да, ну, я все. Можешь все? Ну, и да, да. Давай. Я в один, и пройдусь. Дайте я кому-то требую еще. У меня не будет камень. Хлеба камень. Что у тебя не будет? У меня не будет. Там. В кадре. Вот, иди, я кула. Хлеба. А, кому хлеба? Да, так, позже, так, позже. Нет, спасибо. Нет, какой-то... Папа, у меня куда-нибудь из носа, а потом выкинуть его. У мамы где-то пакетик был. Серегин, я имею в виду. Да, короче, ты. Я кула. А, я не знаю, так вот иди, что-то. Бля, давай. Всегда сколько лет уже. Ждем обязательно. А куда демем? Что же мы? Вы тоже живете. Может, все доживем. Ох, не дай бог. Может, все доживем. У меня вот знакомая, ну можно сказать, подруга, вот погранили 4 мая, ей 41, что это там говорить, она тоже не собиралась умирать. У меня соседка тоже собиралась умирать, жили вдвоем с мужем, доставки, все, буквально, взять полторы недели, полторы недели, все, поразовала, и речи, и руки, и ноги, все. Так что теперь мы занимаемся воспитанием еще одного ребенка у нас в семье, она невоспитанная. У нас знакомая женщина, молодая, скажем так, у Маринкиного возраста умерла, а у нее сиротела собака, ну, без хозяина. Ну, все дело в том, что, как кошка и собака, у нас они воспитанные животные, а это животное невоспитанные. О, она, наверное, злая, наверное. Кошка, она свирепая кошка, кошка у нас очень свирепая, она такая характерная, такая бобыга. Саша может рассказать, какая у нас кошка. Зверь. Кошка-зверь, а у нас Сашка уже цармала, не там ни сего. А халька глухая. А халька глухая, поэтому ее еще больше жалко. Это только с одной стороны собака, которую у нас в представителе, мы. Она же старая. Нет, она молодая. А враженый такой дефект. А, кажется, две собаки и кошка, это куда-нибудь? Ну, они очень хорошо все ладятся, друг друга ладают. Ну, да, они очень послушные. Ну, кормежка, знаете, перомет. Сколько выпендривала сначала, а потом поняла, не успел поесть, значит, что птичка. А теперь естся без хлеба, да. Положили, тоже поели, и все никакие. А что-то не закусаешь, ничего не закусаешь. А хлеб покроши птичкам. Что не закусаешь? Ну, покроши. Она улетела. Так они прилетят. А Сашелька, если к книге покровительства она так относится, разрешать ей свои миски поесть, там все. Она вроде спит, лежит, кошка крадется, глухая-глухая. Ну, а что за чьё стоит? Кошка крадется, крадется. Раф, мне свою голову. Вдруг Элька вскакивает, и вот ее рафа, собак бежит в свою мазну, быстрее в коробку и вшшш, как змея шипит. А сапа, сапа, это собаку боится, да? Ну, она, во всяком случае, как говорится, на расстоянии их держит. Боится-то боится, но на нее шипит и лапами махает. Да. Она единственная, которая не гуляет, и мы ей позволяем залезть к тебе на кровать. Семья из семи человек, конечно. Из семи. Но кошка может залезть нам на кровать. Она чувствует себя хозяйкой на нашей кровати. И вот собаки бегают вокруг, она так подбегает в край и лапы. В одну сторону, в другую, так и пшшшшш на них. И погамиут. Да, не романтируют, это ее территория. Ну вот, а собак по мозгам, если они пытаются обидеть кошку. Ну, кошка, то я говорю, она у нас так в квартире, она не тут, поэтому мы ей позволяем ей это кровать. Да, нет. А куда же вы выгуляете делать? Кошка. Нет. Собак. А мы гуляем с сененом. Сереже, сеня один утром гулял с дома. я уже гуляю в школьный сад, там территория такая Нормально у нас на улице трёх гулять это так хорошо расслабляет уходим на часочек и мы большой круг делаем по территории такой ну очень большой там наверное много ой, ну там у нас собачников но у всех в основном большие сейчас собаки сейчас в моду пошёл на таких сторожевых, скажем, собак которые миллион охраняют на вас, где вы тоже покажете вид, что у вас тоже есть миллион а они такой шум подымают, если вот кто-то в подъезде там а только видите, что не гавкает, и тоже начинает гавкает да нет, так что нет, у нас всё в этом отношении ничего складывается я думаю, ну ладно, что сделать Ленка так серьёзно прошла мама, она же глухая, она в других руках не сможет она говорит, ну она только к нам привязалась мы уже пока та женщина в больнице лежали нас попросили погулять она к нам привыкла вообще в вашем подъезде она жила? нет, кстати, в парковском ну я ей раньше укол делала у собаки ходила у меня просила а она водички может падёт водички? водички? я не сделаю бы... не, она просто выкрутила... да, 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 да ну и Серёжа плачет воды, им понравилась вода ну погуляй, пожалуйста, говорит, я тебе... какой ты пьёшь? я плачу и всё... нет, там соль ну мы хотели так гулять ну уберите газету, она только... ну вот она ничего не даёт она, действительно, на самом деле Серёжа... вот она уже вышла нет, у неё есть дети, но у которых дети здесь не живут один живёт у отца, сын который вообще здесь не живёт, так скажем а Ленка, ровесница моей Ленки учились по одному шла сюда ну вообще, может пропадать на полгода уходит из дома и... нет, это как... ледушка постарался внуку нет, это не знаю хорошо, если позвонит, а я тебе дознать, что уже у вас здорово, всё в порядке а то, может, у него... потом придёт... пюре лечить... молча я помню, когда мы устанавливали... по-моему, это заразы нет, это не инфекция, это заболевание от крови и соединительной ткани но причина причина? чёрт, вы знаете, я не знаю ведь у многих заболеваний, я считаю, что действительно не знаю, что одно заболевание от удовольствия, а остальные все от нервы какая? зачем? если бы не вот эти постоянные стрессы, которые ей устраивали её, если бы ненаглядно она, может быть, и так бы спокойно и не шибрала бы не провалилась, наверное да нет потому что постоянный стресс постоянные движения Лена пошла за хлебом это я Ленке сделал и Марине потом приедет, переоденетесь допустим, смотри, поменять беру бесплатную работу по части обуви вот покажи, Лен о, нам папанец всем сделал металлический набой у меня уже ничего не видно у него а, ну тут мы всю землю срыли уже металлические набойки, нам всё поверх Суфис носил набойки ещё раз я говорю, у вас папаня в вас папаня на первую все руки да на первую серёж ты вообще всякая какая-то польза должна быть от этой мастерской конечно конечно а ты там это так её организуй, понимаешь, эти набойки делают не, ну вот я я пытался детей научить не, просто набойки деталь делать набойки И их, по-моему, реализовать. Пускать на поток. Тебе в таком гости не давали столько еды. Такой, такой еды. Так зато я толстый. Тебе вина, давали винегрец, салат. Да надо штамп такой. А это уж это в теплой рот. А если дети мои, стол за макаронами. А его папа, раз, куда лезет? Было такое дело. А я помню, Саша, я сижу и ничего не ем, ковыряюсь. Свои тарелочки, ну, съешь, пожалуйста. Съешь, пожалуйста. Сограю. Свои тарелочки. Ему только был винегрец, салат, все овощное, да. А это, пожалуйста, ешь все. Дядька, ты даже свою порцию отдал. Ты любишь себя, Серега, в горести всочнем. А если вы будете молодец? Да. Пойдет. Сколько его не кормил, он все время голоден. Пойдем. А вообще, конечно, смотрю на сегодня, он и... Мишки съел. Печани ел. Печани ел. А он уже очень голодный. Ну, и за дядю он бы тормозил. С аппетитом проблем нет. Ну, это не каждый день, что-то бывает, правда? Да, он все равно всегда ест, хорошо. Да. Ну, им правильнее. Ничего не пропадает дома. Нет. Там правильнее. Он идет в рост, он будет расти. А, это залом здоровья. Спортом занимаешься, нет? Да, спортом бегаешь. Убарим. Надо его, как-то делать. Приходи, где ты, Саша, он тебе спортом научил. Футбол играть с тобой. Это, очевидно, повторение, так сказать, родительских шагов. Я, как таковое слово спорт, не воспринимал. И в то же время никогда не сидел дома. То есть, понятие спорт у меня было, это в свободном, так сказать, движении. То есть, лыжи, санки там, но ни в коем случае не под каким-то руководством. То есть, я вот физкультуру не любил. И в то же время я любил самостоятельно кататься на лыжах, там, на коньках. Хоккей для меня очень любимая игра была. Но, ну, а вот где учитель, где руководитель, для меня это было уже насилие. И поэтому я физкультуру не любил. Ну, так и он, наиски у тебя, да. Я люблю физкультуру. Любишь? Научение все сама. Любые, любые игры, любые игры, но без какого-либо участия взрослых. Ну, одна свечка быстро горит, а другой нет. И вот я вчера посмотрел... Какая быстро горит? Мама. Мамина? Правильно, она должна быстро гореть. Мама раньше горела. Да, вернее, бабушка твоя раньше умерла. Бабушка твоя. Бабушка. 46 лет. 44, по-моему. Сырки, 62. Ты заходил в церковь? Два гроба стоят. Три. Уже три, да? Я заходила, было два. То есть привези еще один. Павел, Любовь и Варвара. А, не, был Павла. Значит, и две женщины были. И у одной, значит, одна была вообще ничего, так вижу. А вторая? Вот в такой точке, как будто у нее вот рот. Вот втянули туда, во мнут. Прям ямка, ям. Там ни одного зуба нет. Да, наверное, зуба нет. Вот это сделали. Да и вид у нее не такой уж очень старый. Я посмотрела. И никого нет. Одна стоит женщина, только одного зуба. А все там поют. Там ни одного человека нет. А вообще-то это очень меняет человека. Состояние, так сказать, из живого. Ну, это меняет, конечно, но когда есть нормальная ротка, не будет такой, у нее прям... Да. Да нет, но что умеет человека, конечно. Мама, ты не знаешь, что это цветочка? Мама, он похож, да. Ну, выглядит ты в гробу, но как будто бы вот заснул. А когда уж наболел... Да, когда он наболел, то тогда... Лена, ты не знаешь, что тут такие цветочки? Какой-то я просто распускаю. Очень часто. А это точно замечательный. Главное, что крашу полный тюльпанов. Да, у нас тюльпаны будут. Где у вас? У нас, которые... Нет, резинки снимут цветок. Да, пускай распускаются. А мы что? Там, наверное, они уже... Мама, которые под резинки, они сюда попадают. Где растут? Вот это? Вот это, ага. Нет. Это ландыши. Что? Это не ландыши, это нарциссы. Здесь всегда были. Нарцисс, он посредине. А это ландыши. Это я посадил. Это ландыши. Это я посадил. Это чиппан? Ландыши. Ландыши? Это меня посадил. Ты посадил. А что ж ты сажал? А что здесь не очень все цветет? Вот сколько раз мы пытались... Что только не высеивали, что только не сажали, все вот так в рост. Много зелени и никаких цветов. Тени, тени. Я уж это думаю... Ну, а с годом один цветок. Так что я говорю, какой цветущий у нас мох есть? Так, чтобы засадить, чтобы вот таким ковриком было. Барвина. Барвина? Да. Вот этот не прихотливый. Он и в темноте, и на солнце. Там цвет темно, конечно. Это такой вот... Такие... Зелень такая. Зелень, да. И они голубеньким, как только с них сходят, голубеньким зацветают. Ну вот вы посадили. Как называется? Барвина. Это мне по-другому звонит. Ну, может, еще какой-нибудь. Ну, он по-русски называется по-другому. Листи как у наркликов. Нет. Листики такие, как... Акилокированные листики, малюсенькие лакированные листики. Нет. А цветы вот такие, вот цветочек фиолетовый, вот такой вот... Крокус. Крокус. Ну, это не посадите. Это крокусы, они же однолетние, а барвина... Почему однолетние? Нет. Нет. Значит, не крокус называется. Она принесла и говорит, что... Ну, как же, вот такие листочки. И синенький цветочек. Ну, как... Это будет... Вот такого типа цветочек. Пока снежник сойдет, как снежник, конечно, это крокус. Как по снежникам, но только голубой цветок. Да. Это же не голубой, это лиловый. Лиловый, да. Лиловый, да. А вот такие вот листочки, вот такие вот. Ну, как-то так покороче. Лиловый, да. Лиловый, да. У нас вот эти выростки, цветочки, которые я... Будем надеяться. Там росточек есть. Сам цветок. Да, сам цветок. Ну, он похож вот такой вот. Вот такой сам цветок. Не, не. Они вот здесь вот как... И здесь части, части вот такой цветочек. Ну, такие родные. Я так рокусы думаю. Там уже настолько напичка на той могиле матери. Там тоже тени много. Ну, это настолько напичкан, даже не знаешь, что там. Ничего растет. Вот мы были. Что там за шок? Уходит только еще. Ну, мы тоже здесь пытались посадить разные цветы, поэтому... Ну, здесь Марина маленькая, у вас все-таки, как говорится, цветник маленький. А там много, много. И я говорю, что каждый год. Все сажаем, сажаем, сажаем. Ну, было бы у нас бы решать, когда была площадка. Ну, все было бы у нас не было. Тоже, тоже ничего не растет, что только не пытались сажать, поэтому я и говорю, не знаю, что посадить. То есть все в рост идет, в длину, и вот с какими-то макухами все идет, не красота. А доча была на Холанском и на Нинутиной могиле. А где Холанске кладбище? Под Зуковой. Кто-то живет. Под цветником кто-то живет. Вау, какой-то зверек живет. Может быть, кого... Крот, может быть. Вот эти длинные такие, длинненькие. Ласки? Ласки. Я их видела, они бегают по кладбищу. И, наверное, там вот это живет. И говорит, ну, прямо шевелится. Я, говорит, стояла, народу было много, а так, говорит, я бы испугалась. Подошел мужчина с лопатой, что вам сделать, поправить там, что сделать. Она говорит, нам надо вот разваливаться цоколь. Вот цоколь надо сделать. Ну, я сделаю. Ну, давайте о цене договоримся. 200 тысяч. Ну, тогда, говорит, будьте здоровы. Пусть разваливается. Это ходит по кладбищу в свои услуги. А что же вы, говорит, думали? Вперед, перестань. Мне надо купить цемент, мне надо то и сё, и всё купить надо. А палубку надо... Вот она и говорит, а что, смотрите, что тут такое. Вот что-то шевелится, говорит. Вот шевелится цоколь, вот поменьше, цветник поменьше этого. И там вот по краям взрыто, впухло. И она говорит, я вижу, что что-то такое шевелится. А он говорит, а это, говорит, её дух ходит. Да, говорит, сколько же дух-то будет ходить. Да, говорит, сколько же дух-то будет ходить. Слава богу. А некрот? С 71-го года. Некрот не может быть? Да мы все ласки там. Ну, там ласки, такие длинненькие, коричневого цвета, такие звери. А может быть не ласки, а эти самые, как они заяцами? Ну, круто, ещё земля, земля так, ну, как коричнево бывает. Норки? Ну, куда еду, какие-то. Там норки-то не будут? Мусы, конечно, уходят. Нет, ещё есть другие какие-то. Хорьки? Нет, хорьки, какие-то сейчас. Я видела длинненькие. Они кротообразные, как же они называются-то? Обычный крот. Роят и урят. Землеройки, во. Землеройки? Да, это они как на крота немножко похожи, только маленькие. Ну, корочки. А эту я увидела длинные, такие коричневого, красивого цвета. Ну, это да, это нормально. Острые, мордочки остренькие, хвостики маленькие, такие они. Хорошие, красивенький зверёк, бегает там. Много бегает. Норки очень прожорные, такие они. Даже много? Да, я и видела их много, да. А вот на нашей, наверное, там он себе завёл семейство. И вот мы всё время то же самое сажаем, сажаем, и земли туда, и песок туда. А они всё-таки идут. Когда Марина и отец здесь там, ну, отец на другой могиле, там всё нормально. Там никакого цветника нет, там вот так тоже всё в цветах многолетних. И что вырастает, то и вырастает. И цветёт с самой весны до самой осени. Там папион вот сейчас зацветёт. Потом будут флоксы потом зацветёт. Потом и там есть васильки зацветут. Ну, флоксы они очень высокие. Флоксы, да, они высокие флоксы. Да. Да, но они чем-то и не больше, тем ещё выше. Если в солнечной стороне они такие не так вымахают. А из такого порядка нет. Там же беспорядки, где что выскочило, там зацвело, а мы его не трогаем. То есть мы уже... Там и одуванчики, там... Сальпаны сажали, и наркотики сажали, и бархотки сажали, и чего только не сажали, и всё, что-то никак. Вот не растут, ни бархотки не растут, почему-то, почему-то. Ну, вот видно, повылазили листики, что вот там сажали на краю бархотки, там оттосю, что-то и ноготки, всё сажали, и здесь всё как-то не приживает. Ну, или сколько, Саша, сколько сажали туда, вот каждый год. Да. Потому что там корни... И сеяли, между прочим, и симбы тоже сеяли. Я не помню, что такое шура так давала. Они, знаешь, чёрные такие... Да, воврубые сечки. Семена? Да, они не круглые, прям какие-то вот, типа квадратники, треугольнички вот такие вот, сеяли кругом. Ничего нет абсолютно. Ну, ходят, вот сейчас были, вот есть ход, вот они начинают из земли прибиваться. Но там тени много, прорываются. Ну, не знаю, приживутся эти вот крокусы, Дефа, крокусы. Надо спросить, как они называются. Значит, это не крокусы, раз Саша говорит, что там много-много. Крокусы вот такого типа, вот цветочек крокуса, только поменьше. Нет, я тебе говорю, вот такого размера. А-а-а-а-а-а-а. И синеватый цвет, всё-всё, такой вот этим, ну, как бы, ну, как бы колосом. Да, да-да. Ну, всё, да, это цветочки многолетние. Это многолетний, потому что она сказала, что приезжала нам приятель. Это очень хороший снег. И говорили, что как снег сходит, вот они тут же начинают свистеть. И вот когда мы должны поехать были, она принесла, почему луковицы? Но они мелкие, многолетние. Она принесла, значит, поставили мы в вазу без луковиц, просто срезала. А это с луковицей, и вдруг мы не поехали второго. Я все, когда нам принесла, она принесла нам первого. Я в ТАСС в 1 минуту поставила. Я думаю, я же 3-го поехала. В полгода вроде ничего, поехали. Холодно было 3-го числа? Тепло, но спроси, нет. Нет, еще не очень холодно было. 2-го было холодно, когда собрались. А 3-го нет. 3-го было тепло. 3-го было 10 градусов. И 3-го минусовая ночью была температура. 8-10 градусов. 3-го было 8-10 градусов. 4-го было 10 градусов. 4-го было 10 градусов. Нет, нет, хорошо, нормально мы были. А дождь был? Не было дождя, не было дождя. Мы оттуда в Кури заехали, Катлин там посмотрели. Не было дождя. Где там еще ломбака-то? Нет, хватит. А что, там уже осталось, наверное, одно. Да нет, хватит. Нет, там Аша, другую оттуда. Куда? Нет, другую. А? Ну зачем? Хватит, ну что? Смотри. Нет, нет. Не надо, хватит. Саша, хватит. А что ты не хочешь? Я, ну ты хочешь лететь. Да? Да, вдруг я звоню. Домой не доедешь? Нет, поехали. Хорошо. Вечная. Как хорошо мы повстречались. На воздух, на педе. Вечная. Правой, не дошли за меня. А ты где-то, что нам заедешь? Да. Заедем. А как же иначе? Не надо. Наверное, по дворе ты уже все деревья облазила, да? Нет. Я лазить не умею по деревьям. Не умеешь? Сколько это там? А это будет искусство? Наверное, двойцы. Нет. Он мне по фигурует. Я одного мальчика обогнал, а двое у меня. Что мы умеем? Знаете, Квитой, как ты назвал по фигурует? Ре. Ну, потому что скрощен, пишем у нее, как в этом, в расписании. Физ, раз, скульптура. Оно там не умещается, там, все, раз. Нет, давай. Вот, мам, вот там у нас есть росточек. Все, поняли, все, нет ничего. Уже у бабушки подряд. Хватит, хватит, хватит. Мама, 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 мама. Чего дарю? Сашка, вы. А у бабушки у меня подряд. А у дедушки уже скоро подряд. А у мамы, у бабушки уже подряд. Куда пошли? Раньше у меня. Не знаю. Вот же годы, мы с написанными, а мы гадаем. А что гадаем? Вы мне так скажете, я вам все расскажу. Сколько лет? Шестьдесят девятый там, да? Шестьдесят девятый. Шестьдесят девятый. Шестьдесят девятый там. Так мало. Ой, как сказать? Я считаю, что талли дырки мало, а мне уже не так уж и мало. американская какие красиво а я еще тоже не видел так сейчас подошла а на вторую папу ты делал, да? Саш, зачем тебе проценивать? вон берите пирожки дай я тебе запить а кто тебе будет? дед, как же он в фотографии? ты был? ты будешь, бельмян? я сесть, запить ну не трогай, запить я вот пирожок хотел попробовать ты не попробовал? зря, Саша пирожки что надо так, кому еще ее налить? нет, нет, все, я уже как это а что там полотно? а шарик, чтоб эта вот голодая краска-то не осталась она просто оттекается наверху стварь я пользуюсь случаем от нашего покорения в вашем покорении перемешивайте имея возможность а иначе с первой простой строгой будет а не наш парень да, самые лучшие добрые пожелания в ваш адрес наше огромное спасибо за то что вы пережили пережиты вами воины страсти кошмары пережиты кошмары я бы так думал вот так что огромное вам спасибо и желание желание жить вам чтобы мы были так же любимы друг другу при жизни а то как зачастую получается то что начинаем уважать или любить только тогда когда человек ушел поэтому мои пожелания на могиле говорят только хорошее да мои пожелания быть любимыми вот именно сейчас здоровья вам спасибо всем вам всему вашему поколению спасибо большое спасибо большое здоровья ну а отец вместе с вами я о поколении вспомнил а отец тоже поколение а людей которые старше вчера показали и и идите и посмотрите фильм а или смотрите по первым ну это вообще можно иди и смотрите да а знакомый я помню я знаю что это старый фильм про войну это по моему прохаты так Говорухин нет это Говорухин 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 да иди и смотри Говорухин а не Говорухин ну что вы говорите это Климов делал фильм военных лет Говорухин тогда еще не ставил фильмы нет нет Климов это может быть но не Говорухин Говорухин знаешь какие вот жизнь как это так нельзя жить так жить нельзя он публицистический ставит а это не его фильм ну а Говорухин так пар какой-то золотые а чего он хочет мальчик золотые руки теперь подвесу да вот штаны на лоб ему набрызг чтоб знали что он золотой дай им пусть он вытрет нас вытрет теперь будет золотая бумажка да и не в правду как уже давно норовил тут цветочек сделать золотой покрасить ну покрась какой-нибудь цветочек не надо скажет цветочек потом и вытащит как все такие цветы погибнет да нет нет не надо американская краска ну не надо ну не с головой нет у него на самом деле жесткие волосы нет у него волосы волосы у него жесткие нравятся его надо посмотреть под Котовского у него у него у него голова отдохнула и промылась а ты вот слышишь говорят что это гляжная голова нет а любит мыться ну он теперь самостоятельно он со мной запросил пошел и там ты про дедушку знаешь если как это эти правы эти правы ты что не знаешь про дедушку воевал дед вот свой дедушка не знаю что он воевал а где а если ты а если ты попал в поле чудес это свое поле чудес вчера ну нет так он на танкистов потом на танки был а не раз он корову увел вот про корову единственное что он рассказывал из всей войны мы помним только как вот это единственное что он рассказывал не хватит ну хватит ну по пять капель да дядя да мы уже что убираем а я не знаю что убираем а пока мы с ним убрались так что вот единственное что про корову он рассказывал это все что можно было от него уклышать единственное я помню я говорю папа а как тебя известия вот ну о победе встретил то все интересно расскажи но он конечно рассказывал он говорит правда это было не так торжественно празднично говорит в бараке где они все спали отдыхали пришел ну лучший чин там может капитан или кто и сообщил товарищи солдаты в общем как он выразился не просто победа а чтобы подписывать документы так и одорвался и 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